Радио Банн. Грани правды. Итоги. Каждую пятницу с 12.00. Грани правды. Итоги недели. Все значимые события, которые происходили в стране и в мире. Грани правды. Мы подводим итоги. Ну что ж, добрый день. Сегодня мы итоги подводим без господина Абовяна, который подводит итоги где-то в другом месте, с другими людьми. А сегодня Денис Дворников у нас здесь в студии. Мы его приветствуем. Денис, публицист, общественный деятель, большой друг армянского народа. Находится сейчас с неофициальным очередным своим, каким по счету, я даже не знаю. Ну это бессмысленно подсчитывать. Визитом в Армении. Мы решили его подтянуть к граням правды. В общем-то, потому что, на самом деле, он тоже имеет непосредственное отношение к этой программе. Мы так недавно, неделю назад ровно отмечали год со дня рождения Грани правды. И Денис был как раз первым гостем тогда. Ну, практически тютелька в тютельку. Так что с днем рождения у вас. Да, спасибо. С прошедших. О чем будем сегодня говорить? Первая тема, на которую хотелось бы поговорить, это, конечно же, эскалация напряжений. Очередная. Что это новый виток в наших сложных взаимоотношениях с нашими соседями. Или это, так, постреляли, успокоились очередной раз. Вторая тема, по поводу которой, конечно же, хотелось поговорить, это поведение охраны Эрдогана в Соединенных Штатах Америки. И так как Америка на это пока вроде бы как не отреагировала адекватно или неадекватно, об этом тоже хотелось поговорить. И вот буквально сегодня я узнал о том, что главный офис Федерации Евроазиатских фондовых бирж перемещается из Стамбула в Ереван. Об этом тоже стоит поговорить. Понятно, что Федерация Евроазиатских фондовых бирж это не Нью-Йоркская биржа, и не Лондонская, и не Амстердамская. Но и, тем не менее, серьезная биржа. И об этом тоже, наверное, стоит поговорить. Начнем с эскалации напряжения. Напомню радиослушателям, которые не в курсе, что, как обычно это бывает на протяжении уже 20 с лишним лет, Азербайджан стрелял. Но на этот раз Азербайджан решил стрельнуть серьезно и применил так называемые управляемые ракеты Spike, не азербайджанского производства. Вот. И этой ракетой была уничтожена одна единица военной техники. Слава богу, без жертв человеческих пошлось. И буквально через сутки был получен адекватный ответ, о чем есть видео документы в сети. Можете посмотреть, армянская сторона подавила несколько, значит, боевых точек азербайджанских сил. Были выведены несколько, значит, центров по ПВО и так далее. Что это такое, к чему это может привести и как это можно назвать? Я думаю, что Азербайджан загнал себя своей и воинственной риторикой, и своими экономическими экспериментами уже в глубокую яму. И единственный выход для правящего режима – это отвлечь весь этот народный гнев и недовольство на внешнего врага. Самый простой, примитивный, веками и тысячелетиями отработанный способ у многих диктаторов – это найти внешнего врага, отвлечь на какие-то военные действия. Естественно, что вот этот своевременный ответ и адекватный ответ, я думаю, что он предотвратил от дальнейших каких-то попыток на данном этапе агрессии. Но поживем, увидим. Я думаю, что сейчас очень сильно Москва напряглась. Мы вчера услышали от Марии Захаровой, хоть и косвенно, но тем не менее, впервые прозвучало, уже даже не намек на то, что именно Азербайджан начал в данной ситуации боевые действия. И, конечно, Москве еще сейчас не хватало обострений на арсах азербайджанской границы, помимо всех уже приятных, в кавычках, вещей, которые в мире происходят. Я думаю, что сейчас Москва должна определенным образом повлиять на ситуацию и остановить одну горячую бакинскую голову от того, чтобы попытаться повторять апрель. Ну и, конечно, сами армянские войска, они действительно тоже ушат холодной воды вылили, в кавычках, по всей линии фронта. Ну, я думаю, что достаточно давно этим надо было заниматься. Понятно, что для этого нужно было волевое решение. На этот раз оно было принято. Ну, слишком нагло было. Уже, ну, все, когда уже всем настолько очевидны ракеты. И ты, по-моему, даже ситуация еще более вопиющая была, чем, наверное, с вертолетом. Хотя тогда еще и погибли, конечно, военнослужащие. Но тогда еще можно было хоть как-то натянуть даже там с какой-то натяжкой, что это было какое-то... Они испугались, что, значит, на них летит этот вертолет. Ну, а здесь просто стоящий комплекс, оборонительный комплекс. Ну, в общем, на самом деле, я, к сожалению, уверен, что точка не поставлена. Поставлено очередное многоточие. Ну, и, конечно же... Что за питание даже. Да. Странно мне достаточно, что ОДКБ никак не реагирует на это. Несмотря на то, что у нас новый глава ОДКБ. И новый глава ОДКБ это бывший начальник генерального штаба, наш генерал Хачатуров. Ну, он в большей степени как раз, я думаю, ограничен своей армянской фамилией. Так. Это в какой-то степени. Плюс у ОДКБ есть уже согласованная такая мифология о том, что все, что происходит вне официальной границ Армении, не очень касается. Ну, понятно. То есть, там территория непризнанная Арцаха, поэтому, в общем-то, молчание понятно. Для себя решили, что это будет именно так. Поэтому, ну и плюс еще третий момент, они всегда ссылаются на то, а было ли официальное обращение со стороны Еревана на то, чтобы мы могли как-то там отреагировать. Да, отреагировать. Я предлагаю тебе на рекламную паузу. Грани правды в эфире Радио Ван. Егор Глумов и Денис Дворников. Сегодня телефон студии 560901. Можно звонить, задавать свои вопросы. Кстати, Дениса Дворникова и программу уже предвестуют наши слушатели из Ростова. В частности, Андо Мурадян. Спасибо, что слушаете. Вот, продолжайте это делать. Реклама на Радио Ван прямо сейчас. Реклама на Радио Ван. 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 что скорее всего война вот опять начнется и скорее всего это будет по оценкам их специалистов значит летом 2017 года что скажете по этому поводу насколько война реально и почему цру в общем дает такие прогнозы война давно реально же на самом деле честно говоря я и многие коллеги коллеги друзья мы все ждали что в апреле все может повториться тем более к выборам в парламент армянский но видимо как-то пытаются то ли посредники для какие-то силы заинтересованы в трубопроводах азербайджанский как-то пока эту всю историю оттянуть насколько это возможно я думаю что сейчас азербайджанская экономика она идет устойчиво вниз политической ситуации там тоже нестабильно и иначе бы не нужно было бы делать все эти перестановки семейного семейно-правительственные и я думаю что они конечно будут уже вынуждены даже начать эту войну поскольку иначе но будет у них будет выбор очень ограниченный либо внутренний взрыв либо внешний тем более видите сейчас у них началась паранойя они ищут шпионов они ищут и руку москвы одновременно и руку госдепа и кого-то в общем все разные руки которые уже там жаждут в общем священный режим правящий каким-то образом обидеть и дискредитировать поэтому ну как есть человек с определенным диагнозом и он ведет себя соответствии с этим диагнозом к сожалению прогноз не утешительно денис скажите вам никогда не казалось что может быть сейчас ваку есть аналог нашей передачи который называется как-нибудь тоже грани правды и там тоже сидят два человека и тоже говорит о том что ситуация в армении тоже в общем-то не замечательные там тоже все не так не так хорошо то же самое что мы говорим про азербайджан и они говорят о том что мы разворачиваем эту войну как там там же в это верят искренне ну там все-таки совершенно другой уровень психологической атмосферы там другая накачка и мы это видим все что выплескается из значит из этого котла мы же видим насколько там неадекватные вообще реалиям и публикации и мнение этих журналистов с которыми приходилось иметь дело и которые вынуждены наверное или кто-то с удовольствием пишет все это чушь но там уровень управляемость информационным информационным потоком конечно совершенно иной все-таки армения это страна где еще свобода слова существует да там все-таки аналог северной кореи где в общем не не может быть аналогии прямой не может ну что ж дорогие друзья на вот такая вот история такое мнение от нашего замечательного всех отношениях дениса дворникова а следующая тема о которой хотелось бы поговорить это конечно же на чудовищное происшествие которое произошло напротив резиденции турецкого посла не где-нибудь в общем-то в столице демократии мира славном городе в вашингтон массовая драка с участием личной охраны президента турции раджепа эрдогана сам президент по данным мира американских сми в это время находился в резиденции но в сети уже появились неопровержимые видеодокументы которых ясно видно что сначала президент раджепа эрдоган выходит из автомобиля наблюдает какое-то время за тем что происходит вот происходит уже собственно говоря это драка или избиение по-разному можно назвать только после этого он значит уходит в резиденцию что происходило нужно сказать что эрдоган прилетал в вашингтон вот для того чтобы поговорить с господином дональдом трампом но встреча вообще буквально продлилась 20 минут и в турции даже по этому поводу шутят что наш президент слетал в америку сфотографироваться с дональдом трампом в общем-то маленькая фотосессия да 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 несколько десятков человек организовали акцию протеста напротив вот турецкого посольства в вашингтоне ну и собственно говоря в это же время в основном это были курды я так понимаю да ну и были какие-то там армяне тоже по крайней мере никаких фамилий мне неизвестно лично значит ну и вот происходило жесточайшее избиение мне странно что американская полиция как-то на это вяло отреагировал вообще как вы считаете то что плевок в сторону демократии мировой что такое или и вполне это опять же как армянская пословица турок остается турком они просто не сдержали свои эмоции к рука остается турком да и эрдоган остается эрдоганом человеком на самом деле такой политический шизофреник при этом очень своем в своем амплуа достаточно эффективный но как все шизофреники они в общем последовательные идут по прямой как шпала и в том числе в формате своей жестокости и эти он же для что для него курды он собственный народ скрутил в баранье рок да я могу сказать я учился с одним у меня был приятеля турок очень тихий спокойный человек он служил департаменте антитеррора полиции семейный трое детей в общем такой голубоглазый совершенно европейского вида человек я не могу до него дозвониться во первых сначала выкинули с работы он жил в анкаре да и потом просто я не могу до него не дозвониться не написать у меня попросил там какой-то помочь ему с работы ну какой-то аналитику писать такой человек западной культуры издавался в разных западных изданиях но это просто пример который я лично знаю да то есть человеку какие-то курды для него вообще-то ничто я думаю что он конечно это фотосессия с дональдом трампом его вывел из себя и конечно это был такой плевок напоследок да на американской земле ну и общем спустил своих псов на мирных граждан не знаю почему полиция не вмешивалась может быть либо растерялись либо просто ну как-то даже на видео видно что они как-то вяло в это вмешиваются хотя вот господин фонарёв не сам последний человек президент национальной ассоциации телохранителей российской говорит что если турецкие охранники избили кого-то на территории сша то они нарушали американское законодательство и кроме того по значит законам округа на колумбия запрещено носить оружие а поверх одежды разрешено только скрытое ношение оружия а мы видим что у этих людей которые избивают ногами протестующих вот оружие висит в кобуре все нормально но я думаю что те в том числе армянские организации общественные которые активно действуют и активно себя позиционирует как защитники армянства в мире они должны сейчас максимально активно применять все юридические меры все вот эти чем гордится америка до своей правовой системы неотвратимостью наказания безусловно они должны сделать из этого серьезный прецедент серьезными компенсациями да и то есть это все должно в рамках президент сша пока по этому поводу ничего не высказался в отличие от бывших президентов и от кандидатов президента которые осудили конечно же это поведение словно здесь второго мнения быть не может да кто может оправдать это кроме самого эрдогана ну может быть да может быть эрдоган сейчас пытается понять что ему говорить по этому поводу хотя в общем-то и не такое сходило срок как известно да очередная рекламная пауза после которой на разговор продолжится напомню что в эфире грани правды и денис дворников сегодня у нас в гостях и мы обязательно с денисом поговорим также о той миссии с которой он приехал в нашу страну потому что это тоже немаловажная история и тоже касается прошедшей уже практически недели добрый день оставайтесь с нами рекламная радио вам мастер-класс Слушаю, смелые! Слушаю, смелые! Слушаю, смелые! Для рекламы звоните 54002. Грани, грани, грани. Правды. Грани правды. Доступно о главном. Ну что ж, добрый день. Продолжаем мы передачу «Грани правды». Денис Дворников сегодня у нас в гостях. Господин Абовян в отъезде находится. Ну и говорили мы о непонятной истории, вот, о драке напротив посольства. Не о драке, а об избиении напротив посольства Турции, охраны президента и охраны, значит, посольства, мирных демонстрантов. Я бы еще добавил, на самом деле сейчас действительно идет серьезное противостояние между турецким и армянским миром, в том числе на территории США. И эта история, конечно, это удар репутационно очень серьезно по всем позициям. Турок, и я думаю, что нужно максимально, конечно, это использовать, хотя бы вот, чтобы компенсировать этот морально-физический ущерб, но максимально поднять и показать мир вообще, с кем мы имеем дело, и каким образом ведется, в кавычках, политическая дискуссия. На каком языке? На каком языке, да. Американский сенатор Джон Маккейн сказал буквально следующее, я бы вышвырнул турецкого посла вон, об этом передает РИА Новости. Ну, это сенатор, это не президент, в общем-то. Это Маккейн, человек, в общем, достаточно эпатажный, но, в принципе, трудно с ним не согласиться в данной ситуации. Нам, да, нам, да, действительно. Да и нам. Ну что, что еще можно сказать? Вот, давай поговорим буквально пару слов о том, что переезжает главной офис Федерации евроазиатских фондовых бирж из Стамбула в Ереван. Что это означает? Напомню, что, если кто не знает, это решение было принято 16 мая на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи Федерации евроазиатских фондовых бирж с преобладающим количеством голосов за и ни одного против. Армения была выбрана в качестве страны, представляющей головной офис этой биржи. до этого с 95-го года, с момента создания Федерации головного офиса, вот, с момента создания Федерации головной офис действовал в Стамбуле. Дорогие друзья, что это такое? Ну, вообще заставить любой офис, даже фирмы Адуванчик, переехать куда-то, должны быть веские причины, да, либо закрытие договора аренды, либо какие-то угрозы, либо экономические причины. Я думаю, что просто так, конечно, сдвинуть с места такую серьезную структуру было трудно. Ереван, я думаю, был выбран и с точки зрения все-таки такого места цивилизованного, тем более находящегося не так далеко. От региона. Конечно, и, в общем, соответствующего тем критериям, которые, в общем, географические. Поэтому, ну, я думаю, что поведение, может быть, самого турецкого лидера, в том числе и предыдущий эпизод, который мы обсуждали, да, его непредсказуемость и испорченные отношения с арабским миром, все это в совокупности поставило под удар нормальную работу офиса, я думаю. То есть они боялись стать, наверное, инструментом, каких-то манипуляций, тем более, что через этот офис наверняка проходит огромная информация и по важности, и по объемам, связанные с экономическими всякими моментами, в том числе, я думаю, достаточно конфиденциальными. Поэтому, я думаю, здесь совокупность причин такого плана избежать рисков. Ну что, а если кто не знает, скажу, что Федерация Евроазиатских фондовых бирж была создана в мае 95-го года со стороны 12 фондовых бирж. Биржами-учредителями выступили Оманская биржа, Братиславская, Казахская, Болгарская, Стамбульская, Карачская, Люблянская, Государственная товарно-сырьевая биржа, Туркменистан, Тегеранская биржа, Тель-Авивская биржа, внимание, вот, Ереванская биржа и Загребская биржа. Ну вот, достаточно серьезные игроки, на самом деле. Ну да, вполне, да. Думаю, что Стамбул будет долго еще посыпать голову пеплом. Ну, в те времена еще Константинополь был вполне еще таким приемлемым местом, где не нужны были визы, куда можно было привезти, в общем, с любой точки планеты любого человека, любого эксперта, любого партнера, провести переговоры. Очень часто и российские структуры пользовались этим, и все какие-то международные договоры заключались в Константинополе, да, но вот сейчас уже это мы не можем себе представить. Буквально за несколько лет товарищ Эрдоган превратил свою страну уже в место достаточно опасное. Ну, по крайней мере, да, люди несколько раз думают, перед чем поехать. Я еще поражаюсь, что есть какие-то туристы, которые все-таки ездят в Турцию отдыхать. Ну, это особая категория. У нас, по-моему, на пике всех этих оранжевых революций, когда полыхали все эти туристические страны, как Морога, Тунис, там, и так далее, да, все как-то все равно ездили, пользуясь скидками. Египет. Да, с детьми, с маленькими, в общем. Ну, это особая категория, мне трудно их понять. Ну, да, и, наверное, не стоит время драгоценное на них тратить. Прежде чем перейти к той истории, с которой Денис Дворников в очередной раз приехал на историческую родину всех армян, скажем, конечно же, о том, что закончили, слава богу, все выборы уже в Армении. Вот удивительная ситуация. Я в разных выборах был наблюдателем, и в том числе в Великобритании, и в Приднестровье, и в Нагорном Карабахе. Но вот меня, конечно, поражает ситуация, когда определение состава участников парламента длится дольше, чем избирательная кампания. То есть кампания длилась месяц, а здесь уже полтора месяца люди сидят, и многие мои знакомые, и непонятно, депутат, он не депутат. В общем, ему работу надо искать. В конце концов, да. Ну, вроде как определились, и 105 депутатов пошли вчера на работу. Не все, правда, потому что блок-выход первую часть заседания проигнорировал или, как говорят в политике, объявил бойкот. Тоже мне совершенно непонятная ситуация, на самом деле, если вы в оппозиции, ну и давайте бойкотировать пять лет, и что дальше? Ну, очень странно. Ну, видимо, у каждого свои какие-то политтехнологии, как-то обратить на себя внимание. Может быть, они, это единственный способ их вообще показать, что они есть в парламенте. Ну, может быть, да. Короче, начал работу парламент свой. Будем надеяться, что все будет гораздо лучше, чем раньше. Мы переходим потихоньку уже к парламентскому способу, скажем так, управления государством. Скоро президент нашей страны, это будет уже не такая серьезная фигура, как сейчас. С мэром города определились, с ямами пока не определились, но вот с мэром уже определились точно. Но к тебе, как стороннему наблюдателю, человек, который видел многие выборы, Денис, что понравилось, что не понравилось. Все отмечают совершенно, что, совершенно однозначно, что если и были какие-то махинации, то они проводились до выборов каким-то образом, да, потому что во время процесса выборного махинации в этот раз было минимальное количество. Как раз, кажется, они были после выбора. Или после. Ну да. До или после, а вот во время как бы... Вы же понимаете, что нету более такого страшного врага политического, чем твой сторонник, а не противник. То есть именно внутри партии как раз вот. Да, в первый раз мы наблюдали это как раз во время этих выборов. Вот, поэтому я думаю, что действительно претензий с точки зрения исполнения самого избирательного процесса нету. И знаю, мои коллеги многие ездили из России, и в общем, даже в кулуарных беседах говорят, да нет, в общем, было вполне прилично, как и должно быть. Потому что, в принципе, набросить можно какой-то очень небольшой процент, тем более при таком внимании, при таком количестве наблюдателей, при такой конкуренции между влиятельными партиями. При такой активности, социальные сети, интернет, телевидение, тем более были все-таки какие-то вот эти вот методы защиты, от площадки пальцев. В общем, все это, мне кажется, там что-то подкидывать было себе дороже, сложнее, чем вложиться в какой-то лишний плакат. Ну, давайте сейчас не будем голословно что-то утверждать или кричать, давайте дадим людям поработать, может быть, они нас действительно обрадуют или приятно удивят. Почему бы и нет, да? Да почему бы и нет. Надежда умирает последней. Ну что, Денис, и теперь о миссии вашего приезда в Армению. Ну, миссия это продолжающаяся, это просто, вы знаете, что... Перманентная она. Перманентная, да. Я веду в Арцахе клуб молодых писателей, и вот сейчас вот благодаря Славянскому университету мы смогли вот вместе и с нашим клубом образ, и с университетом Маштоц, и с кафедрой русского языка и литературы Арцахского госуниверситета сделать, с русской общиной Карабаха сделать вот проект по Пушкину, приуроченный к его дню рождения 6 июня, и сделать конкурс таких работ творческих, где студенты, школьники, а также сектух, значит, желающий, да, но только у нас денежные призы для студентов и школьников, написать небольшую работу, сочинение, рассказик, но используя мотив Александра Сергеевича. Да, то есть, ну, например, если мы возьмем сказку о рыбаке и рыбке, да, то можем написать историю про, ну, представьте, в Ереване таксист такой Ашот, да, довольно взрослый человек, вот у него жена такая, большая жена, такая нервная немножко, вот она ему дала... Который все время что-то не... Вот у нее сломался телевизор, она не может посмотреть свой сериал, она дала ему утром подгоревшую яичницу, вот он едет на своем жигуленке, и вдруг ему, значит, садится какой-то интересный человек, или клиент, или дедушка, или девушка, да. И, услышав горькую историю о том, что вот его бабка накрутила с утра из-за своего сериала, подвоит его к магазину какому-нибудь и дарит ему телевизор. Он привозит телевизор бабки, бабка говорит, что ж ты у него не попросил стиральную машину? Или автомобильную, да. В общем, такая история, которую можно переложить в современные реалии, там, может быть, в армянские реалии, но используя сюжет... Александр Сергеевич. Да, то есть, что мы этим даем? Мы даем, во-первых, возможность еще раз перечитать какое-то его произведение, пропустить через себя, в общем, понятие актуальность Пушкина, ну, в общем, на самом деле это такой конкурсная работа, ну, за один вечер можно написать, мы там ограничили тысячи знаков. Ну, если вы, конечно же, да, не решили Евгения Онегина переписать? А Онегина тоже можно, можно ведь не весь, не всего Онегина. Письмо Татьяны. У нас, да, пришло письмо Татьяны, пришла уже работа к нам конкурсом, такая девушка написала тоже стихами письмо Татьяны, ну, таким более современным языком, да. Да, и вся информация есть на сайте Славянского университета, вот, ее можно найти, конкурс называется «Наш Пушки», но, опять же говоря, это череда вот тех творческих проектов, которые я стараюсь все-таки вот привлекать арсахскую молодежь, потому что они очень, очень классные ребята, очень талантливые, и мы хотим, чтобы наша вот эта фабрика писательских звезд, она вот заработала. Более того, мы, вот сейчас новый посол пришел, Таганян, да, Фейс. Да, кстати, про него тоже надо обязательно пару слов сказать. Да, вот, наконец-то могу сказать, что, действительно, вот, в плане дипломатической работы чувствуется, что сдвигается с места по сравнению с предыдущими, так сказать, вот, и в том числе он обещал поддержку нашему клубу в Арцахе, что там наши девчонки, парни будут приезжать в Москву, общаться в литературных кругах, будут получать знания, и вот мы готовим сейчас с одним издательством московским тоже вот, издание арцахских рассказов, то есть в скором времени. Арцахских рассказов или рассказов арцахских писателей? Да, 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 арцахских молодых писателей, то есть мы делаем своих Шукшиных, своих Довлатовых, ну, которые будут писать не только о войне, но и о каких-то, знаете, может, там, смешных случаях, когда два соседа поссорились, там, и из этого в их диалоге, в их конфликте можно раскрыть вообще всю красоту этой республики. Есть у нас ярчайший пример в современной армянской русскоязычной литературе Нарине Абгарин, да? Да, вот мы хотим, чтобы ее, она была не одна, чтобы ей не было скучно в этом, так сказать, мире. Ну, и в связи с новым нашим послом в России, конечно же, скандал вокруг вот этих армянских диппаспортов и всей этой истории с дипломатическими номерами, которые там в Москве разъезжает кто-то, да? И, конечно же, о том, что в Чехии был задержан господин, вот, которого называют Робсон, Рубен Татулян. Потом оказалось, что Рубен Татулян не задерживали, что это все непроверенная утка. Вот, и я знаю, что Рубен Татулян очень авторитетный человек, на самом деле, на юге России. И где я баллотировался в прошлом году, как раз. Я, на самом деле, провел немало времени в Ромавире и окрестностях. И могу сказать, встречался с разными ребятами и со спортивными школами, где, в общем, Татуляна очень уважаются, как человека, поддерживающего и детский спорт. Причем не только армянский, но, в общем, много русских ребят занимаются. Конечно же. В школах, которые привели поддержки. И дюдо, и самбо, и байба. Понимаете, да, что регион очень сложный, и, конечно, люди такие яркие, так скажем, и... Харизматичные, сильные. Они являются всегда объектом какого-то наезда, всегда информационного. То есть, какой-то любой способ превращается, значит, в целую большую компанию. И я думаю, что лучше всего, в общем, 20 раз проверять информацию и не пытаться тиражировать какие-то... Ну, понятно, что уважающая себя телекомпания не должна ссылаться только на сайт Prime Crime какой-то. Абсолютно. Ну, слушайте, я прочитал эту статью на крае, но я знаю, что такое заказуха. Знаю, как она пишется и знаю, как по каким признакам. Да, когда есть куча косвенных каких-то фактов, которые скомкиваются в какой-то вот шарик дерьма, извините, да, и потом это, ну, это даже, это не серьезно. Это стиль чернушников абсолютно. А то, что есть, в общем, люди яркие, свои обычные, да, но мне кажется, что это... Ну, это наша жизнь, есть разные, в общем... Конечно. Характеры. Я думаю, что мы сейчас уйдем на рекламу и дожмем эту тему. Она достаточно большая, достаточно широкая, на самом деле. И, в общем-то, если категория этих людей присутствует в нашей жизни, не нужно всех под одну гребенку. Конечно. На самом деле, это очень важно. Ну, а то, что посол наш и посольство начали работать в России, мы тоже все активно, в общем-то, видим, по крайней мере. Реклама очередная, крайняя в этой программе. Все остальное после не переключайтесь, в эфире «Грани правды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Корректор А.Егорова. Субтитров А.Егорова. Субтитров А.Кулакова Ну что ж, дорогие друзья, подводим итоги итогов. Вот, поговорили про Эрдогана, про эскалацию, про Рубена Татуляна поговорили, проговорили про конкурс Пушкина, не поговорили про флаг ЛГБТ-сообщества над, в общем-то, британским посольством, но говорить уже не надо, потому что его сняли. Ну, на самом деле, здесь вот отсутствующий Арман Владимирович, он очень хорошую предложил идею, например, почему бы посольством Армении в других странах не повесить гораздо более, да, уважаемый флаг, флаг Арцаха. Вот. Почему нет? Давайте прислушаемся к мудрому человеку, который что, где, когда играет, да. Ну что ж, спасибо большое Денису за то, что нашел время прийти к нам в студию и провести сегодня со мной программу «Грани правды». Каждый раз в конце программы очередной мы говорим, что надеемся, что на следующей неделе будем говорить о чем-нибудь веселом, позитивном и смешном, но пока в течение года нам это не удалось сделать ни разу. Ну, к сожалению, именно негативные новости привлекают наше внимание. Может быть, где-то и происходили какие-то радостные события, но они обычно интимного характера, да, чья-то свадьба, там, чья-то... Кто-то родился, да, дай бог. Да, все, что, кажется, выплескивается на, в общем, на общее обсуждение, ну, к сожалению, имеет негативный оттенок. Ну, кроме нашего конкурса «Занаш Пушкин». Да, ну что ж, спасибо еще раз. Спасибо. Принимайте участие в конкурсе. Еще раз подробности на сайте. На каком? На сайте Словянского университета. Отлично. Ну что ж, вот так вот. Спасибо Денису, спасибо дорогим радиослушателям. Удачи, успехов, радости. Доброго дня. Да, новости будут только со знаком плюс. До свидания, мы со всем прощаемся. Хороших вам выходных.